Для каждого города повышение якости медицинского обслугования мая великое значение, а для городов с невеликой колькостью насельництва открытие подобных социально-значных объектов з'ява удвоя приемная. Проведенная реконструкция у центральной районной больницы выник пленного супрациониста мясовых уладов, будовников и медперсонала. Кульминационный момент переразания червоной стушки и новые отделения официально начинают свою працу. Коли театра распочинается с вешалки, то кожная больница с приемного отделения. У Петриковской ЦРБ приемный покой будет принимать пациента круглосуточно, у Тымлику, у выходные и святочные дни. Есть все необходимое для оказания першесной медицинской допомоги. Оборудование, которое у нас сейчас появилось в приемном покое, оно позволит на расстоянии практически подавать, консультироваться по кардиограмме по пациенту, любого врача с района вместе с дежурным врачом и дежурным ремневматологом ЦРБ. И, так скажем, принятием дальнейшей тактики по лечению и ведению данного пациента. Имеется взаимосвязь приемного покоя, конечно, с отделением скорой неотложенной медицинской помощи, со всей сетью, которая имеется в районе. Дякую, че проведенной реконструкции у педаатричного отделения полностью заменена мебля, заявилась палата повышенного комфорта, обсталевана гульневая комната, где дети смогут текаво и с корыстью проводить вольный час. Не секрет, что позитивный настрой пациента уплывая на процесс выздоровления. А гульная сумма, якая была затрашена на новые объекты – 8,5 миллиардов рублей. Головное, что проведение ремонтных работ нияким чином не повплывало на оказание медицинской допомоги у ЦРБ. У нас имеются дополнительные площади, на которых мы разместили педиатрическое отделение, создали условия на тот период, пока мы делали ремонт. Пациенты наши не остались без стационарной медицинской помощи в качестве педиатрии. Завершенная работа по реконструкции ЦРБ – не подстава для отпочинку. Уже зараз районные улады будуют планы по дальнейшим развитию медицинской голены. Много еще впереди нас ждет именно в здравоохранении. Это открытие родильного дома, который на сегодняшний день в Петрикове отсутствует. Ну и, конечно, то, что сегодня делается благодаря и облсполкому, и, конечно, здравоохранению облсполкома. Я надеюсь и уверен, что у нас еще вызов много сделано в дальнейшем благоустройстве нашей больницы. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель», Петриковский район.